Ревизор в Херсоне, и это ресторан ностальжи. Ресторан ностальжи. За видуками вважается закладом высокого ревня. Подейкают, что там бывают политики, тазерки шоу-бизнесу. Видуки позитивнее. Интерьер красив, а еда привела к огромному всплеску эмоций. Было очень вкусно, персонал внимателен, профессионален. Было тепло и уютно. Шикарный ресторан, в котором приятно находиться. Все на высоком уровне. Пожалуйста, проведите ревизию в ресторане ностальжи. Каждое выходное я посещаю его с семьей, и хотелось бы знать, что там безопасно. Идемте на ревизию. Здравствуйте, меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор, а кухня там. Видно, сподиванки забыла, да кухня? Наверное, там. Здравствуйте. Неочекованные визиты – наше все. Ну что, кто главный? А вы были без головного убора, я видел. А у вас тут написано, внимание, поварам за работу без головного убора штраф в размере 100 гривен. Сдаётся, кто щойно влетел в копейку. Вас как зовут? Виктор. Я Вадим. А вы? Я же. Вы кто здесь? Повара горячего цеха. А у вас горит. Китчеди. Только что жарим. Побачили камеры и забули сплеты сняти? А что у вас тут? Здравствуйте. А что вы делаете сейчас? Разбираем щуку на филе. На кухне всё в порядке? Да. Честно? Да. С годом дизнаемость. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. Очень приятно, Виктория, шеф-повар. Ради знаёмства. Вика, вы сколько здесь работаете? С открытия. Это сколько? 14 лет. Ого. Ого. И кто у вас гости в ностальже? Ну, у нас жители города и гости города. Знаменитые какие-то были? Конечно. Кто? Макарчук, Билл, Калиденко, ну мы же все. А политики кто были? Были разные, все были. Президенты были? Были. Какие? Разные. Вы их забыли? Мы их не забыли. Они у нас не так часто меняются, раз в 4 года. Вот как меняются, так вот. И приезжают. И бывают, да. Здравствуйте, а вы кто? Владелец. Вам нужен халат, вы дальше не заходите. Здравствуйте, у вас как зовут? Я на юном пороге, меня зовут Галина. Очень приятно. Я Вадим Галина. Нас к вам очень звали. Вы пока оготуетесь, а мы продолжим. Холодильник первая в коридоре. Вы как риэлтор квартиру показываете. Але холодильники трохи пізніше. Проверим вытяжку. Тут еще и гарь есть небольшая. Как часто вы ее моете? Вчера мы. По сожалению, вытяжку раз в неделю мы можем. Може, варту частіше? Проверю, что творится в жироуловителе. Упс! Ой! На меня напал слезень какой-то. Из вашей вытяжки. Вот второй. Если ее вчера мыли, это не за день. Все живет тут давненько. Внутри вытяжку не вымывали. Ребята, че? Вика, посмотрите на мои руки. И скажите своим ребятам, что они должны мыть вытяжки. У вас хорошо. А вам советую за ними проверять. А что с плитою? Вообще просто не дошел вниз. Я с ней отдаю смену. Вы прокладываете все фольгой, потом снимаете фольгу. Мыть нужно меньше. Логично, логично. Ноги в кухне, как бывает. Да, мы. Но в решетке тоже нужно выдрайвать. А как часто меняют масло? Вот пятерницу. Возвращение. Журналы смены масла нет? Нет. Он у вас обязательно должен быть, если у вас есть вертюль. Это анализатор качества масла. Переверемо якість олій, на який вы готовите. Анализатор зеленого цвета. С маслом все в порядке. На нем можно готовить. И пожалуйста, заведите журнал смены масла. Он тоже нужен. До холодильников. Это холодильник горячего цеха? Да. То есть ваш. Стикеры есть? Да. А вы не в курсе? Посмотрим. Итак, нарезали яйца. Положили их не в очень чистый контейнер. Стикер вы не приклеили. Соседний судок. Нарезанная зелень. Свежая, но стикера нет. Поломанные контейнеры надо менять. У вас не эконом-ресторан. А сутки старие бытьи. Итак, в металлическом сутке, закрытом, лежит порционный кусок свинины. Дата 19.06. Свинина в вакууме. Теперь остальное мясо. Говядина. Это из разморозки. Ледяная. Дата 16.06. На сутке даты нет. Мясо разное. Это филе не такое заморожено. Когда его доставали? Вчера. Вчера доставали. Это не заморожено. Это не заморожено у нас. У каждого своя версия. Вот это мясо, когда оно здесь оказалось и где его стикер? На нем вообще никакой даты нет. И это проблема. Бо его термин придатности неведомый. У меня... Тесто для пасты. Тесто для пасты. Без даты. 20.06. Написано на сетях. Молочные продукты. Тесто, мясо. Все в одном холодильнике. А тут у вас вареные овощи. Брокколи, цветная капуста. А про маркувати забули? Соседний холодильник. А, ну тут холодильники стоящие общие. Это просто две разные дверцы, а так это один холодильник. Попусту гуляет слева направо, справа налево. У вас лежит камбала, у вас лежит лосось. Дат на рыбе нет. И как долго вона тут лежит? Загадка. Ниже судок. С? Судок не герметичный. Бульон сделан когда? В 17-м шестове. В одном холодильнике, я подчеркиваю, это один холодильник. Вот моя рука. У вас находится сырая рыба, сырое мясо, первые блюда. И бактерии смеливо кучают сырых продуктов на готове. Тут опять. Это все один холодильник, и у него три дверцы. Открытая упаковка с датой. Кур, дом, домашняя курица. 19-го, 06-го. А на домашнюю курицу документы есть? Конечно. Покажите. Итак, в этом сутке лежат готовая курица, готовая говядина. Упаковки открытые. Даты попробую разбереть. Здесь свиное сало, вакуумная упаковка нарушена. Дыра, чтобы дышала. Чим? Курку еще поруч? Почему-то все побросали вместе. Устроили братскую могилу. Над якою рыдает товарное заседание. И все, напоминаю, в одном холодильнике. И мясо, и рыба, и готовое. В холодильнике, в общем и целом, чисто. А вот резинки уплотнителя грязные. Очень грязные. Генуборки такая вечно этой кухни существуют? Существуют. По графику, последняя суббота месяца. Не хватает вам ее раз в месяц. Не хватает. Идемте посмотрим на ваш большой еще холодильник. Это у вас холодильная камера. В холодильной камере у вас овощи, молочка, фрукты. Молочка вся закрытая, да? Нет. Сыр уже открыт. Даты нет. Сыр с плесенью тоже без даты. А почему не маркируете? Важаете, что эти сыры бессмертные? Это что такое? Это бастурман. Это бастурман в газете. В Херсоне любят читать. Везде газеты. Смотрите, сколько газет. Самые читающие повара работают в Херсоне. А у тема ресторане в газетах щи и ежу сборягают. Принес поставщик. Ну, я поставил филу. Ну, вы в газете ее принимать как бы не должны. Ну, или перекладывать. Ладно, он же вам так довез. Пусть перепаковывают. И еще. Ваш агрегат течет. Ну, где-то специальный поддон, который удерживает это все. А вот с поддона течет вот. С поддона течет в ведро. С поддона течет вот сюда на оливки. Вот здесь все мокрое. Вызывайте мастера. Розы в ведре это для кого? Это нужно поздравить человека. Принесли с жары немножко, они тут отойдут в холоде. А если кому-то спекотно станет, теж тут отходить будет. Смотрите, розы. На них может сидеть муравей. На них может сидеть жук. Вы приносите его в свое святая святых. Никакие розы сюда приносить нельзя. Как и пользоваться повторной пластиковой тарой? Что вы туда подназаливали? Квас? Оно не предназначено для повторного использования, Вика. Но они же новенькие. Новенькая, это когда в ней минеральная вода налита и пробка герметично закрыта. Так, здесь я у вас все посмотрел. Только чистоту еще наверху проверю. Чисто на полках. Это хорошо. Давайте выходить, чтобы мы вам тут сильно не нагрели. Тараканы есть? Бывают, что появляются. Очень старый фонд. Общее здание, много соседей. Кто ваши соседи? Там целый дом. Это жилые дома? Да. Что вы делаете с тараканами? Приезжать в фирму, отправить. Как правило. Проверю в ваших весах, есть ли там тараканы. Тараканы любят жить в электронике, потому что там тепло, там спокойно. Проверим. Живой. Ну и как же вы с ними боретесь? Безуспешно. Один-нуль на корысть тарганил. Ну не рукой, ну вы же повар, ну черт подери, ну тряпка какой-то. А потом салат гостю дорезаты. Капец, живые тараканы на рабочей поверхности. Еще и часточки мертвых. Кухня и тараканы вместе не могут быть. А вы часто тараканы видите? Мы два один. И что вы делаете? Боремся с ним. А вы как боретесь? Рукой и ногой? Мы стараемся так и так. И чему это все вас так выселить? Что у вас вот это, кстати, стоит в зеленой миске? Ну там, блин, на ланше, это даже борщи, перец больше, ровно, без сметанного. Она не накрыта. У вас насекомые на кухне. Которые легко могут потрапить в ежу. Она должна быть в холодильнике. Почему-то этого нет. А вот еще один есть. Ау! Заполз. Вот он. И побежал, побежал весь. Тарганы тут скрызь. Ну ладно, в весах вы они еще сидели. Они просто бегают под стенкой. А внизу под стенкой у вас стоят открытые супы, открытая сметана. А шефу хоть бы что. Вика, ну вы сейчас не можете быть невозмутимой. Ну, как бы честно, сейчас не тот момент. Ну, а что делать? Что делать? Бороться с ними. Тараканы у вас побеждают. Не можете вы выдавать без нестанчив, когда у вас есть опасность того, что к вам упадет в фаршированный перец или в борщ таракан. Кухню я вашу увидел. Я пойду в зал ностальгировать по-увиденному. А вы мне, пожалуйста, документы на мясо. А домашнюю курицу документы есть? Нет. Покажите. Вы мне обещали. Да, спасибо. Здрасте. Здрасте. Меня зовут Вадим. Меня зовут Вадим. Где можно присесть, Лена? Беспокоиться, пожалуйста. Вы официант, Лена? Один. А у вас есть официант. Вы парли француз? Нет. Вы говорите в английском? Я могу вам предложить что-то в английском. Почему я начал говорить с вами в французе, это потому что имя этого места в французе. Вы меня сейчас понимаете по-английски, потому что я говорю в общем и целом. Вот же тест пройдено. Давайте перейдем на русский. Посмотрите, этому меню уже сто лет в обед, оно уже даже скотчем заклеено, потому что меню уже потрепалось, да, потрепалось, оно уже давненькое такое. Ну, мы же тоже такое давненькое, вот ресторанчик, поэтому мы как бы и меню, оно такое тоже веткое, потому что мы... Выкручиваетесь? Ресторан называется «Ностальжей». Почему? «Ностальгия» — это, понимаете, это приятное воспоминание. Мы скучаем по тем временам, когда все было такое более классическое, когда были вот такие вот все старинные вещи. Так, Оль, вы молодая девушка, вы не можете за этим тасковать, вы этого даже не видели никогда. Цего разу выкрутитесь не вдалося. А почему называется «Ностальгия» вы не знаете, а кто знает? Вы придумали название? Наверное, я. Почему на французский манер «Ностальжи»? Потому что понимание русской интерпретации «Ностальгия» — это что-то печальное и тяжелое. Это, наверное, все-таки французская интерпретация той легкости, которую именно французы вкладывают в эту салют. Давайте посмотрим меню. Холодные закуски. Карпаччо из сала. 45 гривен. Салат из креветок, овощей под горчичным соусом. 128 гривен. Цена исправлена. Точно 128? Или кто-то из гостей дорисовал? Точно 128. Нельзя в меню исправлять цены. Нужно его перепечатывать в таком случае. Правильно. Сподеваемость. Супы. Буя-бес. 158 гривен. Горячие блюда из рыбы. Судак жареный за 100 грамм. Непонятная цена. Исправлено вроде бы на 85 гривен. Гость может не разобраться. Подумает, что здесь было 35. Кто-то дорисовал. Потом будет неприятный сюрприз. И ностальгия по переплаченным грошам. Горячие блюда из мяса. Ножка кролика. 157 гривен. Кофе эспрессо. 25 гривен. Хорошо. Что вы порекомендуете с салатом? Очень вкусный салат с баклажанами. Припущенные баклажаны. Слежи помидор, перец, немножко крымского лука, оливковое масло, соус песта. Он очень пикантный и вкусный. За счет чего он пикантный? За счет легкой остроты чесночка. Вот. И оно такое, оно подсыпает. Про пиарите страву можно. Хорошо. Что такое салат царский? Он подается в ракушке. Там идет отвертый рис, яйцо, стопосоленая семга. Заправляются домашним майонезом. Что такое домашний майонез? Белок, оливковое масло, немножко горчицы, соль, перец по вкусу. И что из этого получится? Из этого получается очень вкусный домашний майонез. Серьезно? Из этого можно получить невзошедшее безе. Майонез не так делается домашний. Оля. Как это не? Так что вы сказали, что они берут? Оливковое масло. И? И добавляют туда немножко белка. Белка. Вот оглянитесь на кухню, где там стоит Виктория. Желтки. А, желтки. Желтки. Да. Вы должны это знать. А раптом у гостя алергия на жовток. Я зл, поэтому, понимаете, не кажется, где не приходит ревизор. Та все же меню вы можете знать. Я хочу попробовать ваш салат из баклажана. Вы мне его рекомендовали. Очень вкусный салат с баклажанами. И эспрессо. А я пока продолжу. Нет, спасибо, без хлеба. Пусть меня побудет. Беречный хлеб, чтобы попробовать. Нет, спасибо. Оля, вы болтуха. Не всегда нужно разговаривать так долго с гостем. Заговорила меня. Замолы не зробили. Иди, мамы, та рука. Вот WC. Мужчина и женщина висят медные. Доброе, что не живи. Туалет очень просторный, большой. Потолки высоченные. Тоже кирпичная кладка. Огромное зеркало в массивной золотой раме. И висят картины с французскими винами. Но на вины я еще полюбуюсь. А сейчас проверю туалетную кабину. Есть туалетная бумага. Держатель ретро. Пару, значит, бумага белая. Мусорное ведро. Без пакета. В нем уже скопилась бумага. Да и на ведре что-то прилипло. Прибиральнице уже час сюда наведетесь. Кнопка слива унитаза. Не грязная. Унитаз. Крышка у него чистая. Под крышкой. В принципе, тоже проблем не обнаружено. На сиденье длинный женский темный волос. Ну, может, конечно, и мужской. Может, мужчина волосатый был. Пятен разводов нет. А нет, вон он. Фу. Там старая засохшая моча чья-то. Под ободком чей-то небольшой волосок. Вот волос большой свисает. Мабуть, тут кто-то линял. В труднодоступных местах не дымывают. Остается грязь. В самом унитазе. Оттек ржавчины. Унитаз сливает. Ёрш. Тут на верше. Ржавчина. Внутри у Ёрша тоже ржавчина. Надеюсь, что ржавчина, а не Г. Но вот это Г. Гэдота. В дверной коробке немного пыли я нашел. Так, а теперь я буду мыть руки. Но перед тем, как я это сделаю, проверю раму. Рама золотая. На ней есть пыль. В этом золоте и узоре тоже немного пыли есть. Такое массивное зеркало, такое красивое. Его нужно приходить и тереть целый день. А я хочу мусь занять балы. Для того, чтобы гостям тут вкусно пахло, поставили ароматические палочки. Пахнут они яблоком. Раковина чистая. Никакой грязи на ней нет. Проверю заодно кран. Кран чистый. О, пошла горячая вода. Мыло перламутровое пахнет карамелью. Руки мыть приятно. Для вытирания рук тут предлагают полотенце. Полотенце чистое. Корзина для полотенец внизу стоит. Мусора в ней нет. Я только что проверил состояние этой раковины, и она порадовала. Поэтому могу оставить это здесь. Домастас чисто. Можно? Спасибо. Интересно, за вином следят или нет? Или там тоже пыль? Тут пыль нет. Тут есть. Тоже есть пыль. Шкода. Ну что, туалет тут и просторный, и красивый. Но и унитаз, и ёрш, и мусорное ведро просто требуют внимания. Так, иду пробовать еду. Руки у меня чистые. А можно позвать повара, который готовил салат? Да, конечно. Сейчас, секунду. Всем это делаете? Конечно. Мне как в детстве. Слюнявчик положили. Это абсолютно правильно. Официант должен помогать вам расстелить салфетку на коленях. Ваш салат из баклажанов, пожалуйста. Вы готовили? Да. Салат из баклажанов, из припущенных баклажанов, с чесночным соусом. И какой-то песто. Припущенные баклажаны, соус песто. Нет, это она перепутала. Здесь нет песто, а здесь соус из паприки. Ну что, попробую салат. У вас в салате сочетание классических вкусов, которые испортить в принципе нельзя. И чеснока и лука у вас в салате немного. Баклажан вы обжарили, и он получился нежный. Он тает во рту, не горький. Вы убрали из него горечи, это очень важно. Я могу сказать одно. Спасибо вам за вкусный салат. Спасибо. У нас с вами осталось очень важное дело. Все это время в вашем заведении находился наш тайный покупатель. Сейчас мы отправимся к нему. Проверим, обвешиваете ли вы. Давайте. Идти нам далеко не надо, потому что тайный покупатель. Вот. Здравствуй, Наташа. Здравствуйте. Наташа, расскажи, пожалуйста, обслуживание было нормальным? Первое, что меня смутило очень сильно, это то, что нет многих блюд в меню. Тирамису. У вас крестик, это его нет или он есть? Что это значит? Я сейчас вот еще по поводу тирамису. У нас много еще интересного есть. Тепарышный пирог, шариком мороженого. Есть тарта с клюбникой. Где они в меню? Здесь нету, потому что у нас так что-то добавляется, что-то отнимается. Я поняла. Кто обслуживал? Вас как зовут? Ирина. Очень приятно, Ирина. И Вадим, вы обслуживали нашего тайного покупателя. Что это за блюда, которые не указаны в меню? Сезонное предложение не успели распить. Да. Сколько оно стоит? В меню цены нет, на столе цены нет. Мы гостю предлагаем уточнить цену и прийти и сказать. Такого вообще в принципе быть не может. Либо у вас указаны цены в меню, в отдельном специальном предложении, в отдельном вкладыше в меню, как делают многие рестораны, но не на словах. Расскажи мне, пожалуйста, что ты заказала? Салат – это коктейль из морепродуктов, овощи, гриль, кофе. Попрошу у наших продюсеров весы. И проверим, что обваживают в ресторане настоящие. Оттариваю. А теперь вы мне скажите, как это все взвешивается. Вместе с ракушками? Нет, конечно. Ракушки уже не едят. Итак, вес салата в меню – 350 граммов. Начнем с малого. Это кальмар? Да. Кальмара – 52 грамма. Это? Рапан, наш термоморский. В чем-то белом? В соусе. В сливочном соусе. А сколько его должно быть? Рапана? Да. 50? 50. Давайте посмотрим. 42 грамма. А должно быть 50, как вы говорите. Вес салата – 425 граммов. В меню его вес указан 350. Вы добавили 75 граммов веса салата. Видимо, ошиблись. Так и есть. Когда его делали, мы как раз зашли на кухню, они все засуетились и, видимо, два раза человека положили. То это команда ревізора вин, на что вы не зважили страву перед подачей. Вы просто подарили гостю гривен 50, что гостю должно быть приятно. А ты довольна? Если честно, не очень. Интересно, почему? Потому что я заказала свое любимое блюдо – это овощи-гриль. Я начала его есть и не доела. Почему? Потому что увидела в капусте гусеницу. Можно? В цветной, конечно. Ты что, ты не шутишь? В цветной капусте гусеница бредота. Она же была в термообработке для нашего. То есть она вас вообще не удивила? Вы так спокойно говорите, она была в термообработке, она осталась. Кто это выдавал? Давайте позовем повара. Вы знаете, мы снимаем седьмой сезон, и это впервые. У Таньба, покупателя, и во время съемок мы видим червяка, или гусеницу, или хоть какое-то насекомое в салате. Может, хочешь кухар пояснить? Вот это что в брокколи? Да, я вижу, что это гусеница. Что она делает в тарелке у гостя? Гусеница. Так давайте кормить гостей гусеницами и тараканами. Варить их и говорить, что они прошли термообработку. Всего, взагалі, там немало будет. Вы хотя бы сейчас извинитесь перед девушкой. Я могу вас попросить принести мне два счета. Счет тайного покупателя, мой счет. Я подойду на барную стойку и рассчитаюсь. Спасибо. Эмоции очень неприятные. В целом я недовольна визитом. Еду, которую я заказала, мне не хотелось. Мне отвратительно. Извини, пожалуйста, что тебе пришлось отмучиться. Мы оплатим твой счет, и мы скоро увидимся. Я пойду сразу на барную стойку, буду там рассчитываться. Это ваш счет? Да. А это счет тайного покупателя? 132 гривны. Счет тайного покупателя – 360 гривен. В нем включено все. Хлеб, овощи, грецы, коктейли из морепродуктов, така и вино. Гусеницу не забыли посчитать. Мабуть, це комплимент від шефа. Я рассчитаю с картой. Спасибо. Час проиматы решения. Ревизор проверил ресторан «Ностальжи» в Херсоне. Экстерьер. Ресторан находится в тихом центре по адресу улица Старообрядницкая, 12. Интерьер. В староанглийском стиле. Камин, много резного дерева, камня, зеркало. Кал и ретро-предметов. Граммофоны, печатная машинка, фотоаппараты. Цены. Мой счет за салат из баклажанов и эспрессо – 132 гривны. Счет тайного покупателя – 360 гривен. Особенность – это ваше меню. Старое, потрепанное, порисованное, заклеенное скотчем. Чистота. Унитаз недомыт, а ерш загажен. А теперь кухня. Кстати, документы на курицу есть. Можно на них взглянуть? Центральный рынок, куры домашние. Дата – 21.06. Сегодняшняя. Написано, что оно прошло в Ветсанконтроль 21.06. Так, держите документы. Хорошо, что они у вас есть. Спасибо. Возвращаемся к кухне. В вытяжке старый жир уже превратился в слизни. Во всех ваших холодильниках полная неразбериха с товарным соседством и маркировкой. Вы храните вместе сырое мясо, сырую рыбу, готовые блюда, молочку, тесто. На рабочих поверхностях ненакрытые супы, сметана, а рядом, по стенам, по рабочим поверхностям бегают тараканы всех возможных размеров и цветов. Ваши способы борьбы с ними не работают. Все равно будем продолжать с ними бороться, и мы их выведем. Обслуживание. Меня обслуживала милая и разговорчивая Ольга. Иногда даже слишком разговорчивая. Но в меню вы плаваете. Официант должен знать меню на зубок. Мой салат из баклажанов мне понравился. А вот наш тайный покупатель обслуживанием крайне недовольна. Да, ее не обвесили. Вместо заявленных в меню 350 граммов, ее салат весил 425. Но в своих овощах гриль, наш тайный покупатель, Наташа, нашла гусеницу. И даже когда вы узнали об этом, вы выкатили ей счет по полной. Почему даже не попытались предложить скидку? Убрать эти овощи гриль из счета? Предложить десерт? Ну, хоть как-то загладить свое вино. Сегодня действительно стресс. Ресторан «Ностальжи» – один из самых старых и престижных в городе. И по вашему интерьеру, и по вашим ценам. Это заметно. У вас едят в политике и звезды. Вас хвалят гости. Но бардак в ваших холодильниках? Тараканы на вашей кухне? Гусеница в тарелке у гостя? Решение нашей команды однозначно. Ревизор не рекомендует ресторан «Ностальжи» в Херсоне. Ревизор не рекомендует ресторан «Ностальжи» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова